Глава правительства Беслан-Будба в эти дни находится в очередной рабочей командировке, поэтому руководил заседанием Кабинета министров вице-премьер Шамиль Адзинба. Пять первых вопросов повестки дня касались кадровых перестановок. Единогласно правительством были одобрены кандидатуры Вольтера Будба на пост первого заместителя министра внутренних дел, Эраста Агумава на должность заместителя председателя Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору, Рамиза Смыр на пост заместителя председателя Государственного внебюджетного фонда инвалидов. Инга Тания была утверждена заместителем директора Ритцинского реликтового национального парка. Переназначены должны заместители начальника Государственной миграционной службы Евгений Сангулия. Актуальным стал шестой вопрос повестки об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия на 2015 год. В этом году, на 2015 год, немножко мы увеличили план по Ачепчирскому лесу. У него был план всего лишь 2000 кубометров, сейчас у него будет порядка 5000 кубометров. Но это обоснованный план? Очень важно. Да, это обоснованный план, потому что мы приобрели дополнительно технику специальную для города СКС. И мы надеемся, что Ачепчирский способ этих планов выполнен. И этот вопрос был решен практически единогласно, лишь министр образования, науки, спорта и молодежной политики от Гурка Коба высказался против. Вопросы об утверждении положения о лицензировании промышленной добычи водных биоресурсов и об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству, хранению, продаже, применении взрывчатых веществ промышленного назначения и производству пиротехнических изделий были отправлены на доработку. Изменения коснулись порядка обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию в части пособия по беременности и родам. Дополнительная повестка дня вызвала бурное обсуждение в правительстве. Министр юстиции Марина Пилия прокомментировала два вопроса о внесении изменений и дополнения в положение о пунктах пропуска через государственную границу Республики Абхазия и о даче согласия ООО «Опсный дьюти» на устройство магазина беспошлиной торговли на территории контрольно-пропускного пункта ПСОУ. По ее мнению, эти вопросы вне компетенции Кабинета министров. Дальше согласие ООО «Опсный дьюти» на устройство. Делал заключение, что вопрос организационной границы магазина беспошлиной торговли – это компетенция Государственного таможенного комитета, потому что регулируется таможенный кодекс в Республике Абхазии. Два положения существуют – это положение обограждения беспошлиной торговли и положение о порядке выдачи лицей. Эти вопросы было решено доработать. В течение полутора часов члены правительства рассмотрели на своем заседании еще ряд вопросов, в частности соглашение между правительством России и Абхазии об оказании медицинской помощи военнослужащим вооруженных сил и вопрос выдачи лицензий ООО «Арс» на ввоз в Республику Абхазия боеприпасов для нужд МВД.